15 сентября день индустриальный район города Барнаула, дом 11 по улице Шумакова. Люди вышли, она зашла. Вот здесь постояла, возле этого нашего стенда. Из лифта девочка вышла, она зашла и уехала. По словам Натальи Надыровой, консьержа дома, девушка хорошо ориентировалась в пространстве и шла целенаправленно, как будто уже бывала в этом доме. Поднялась на общий балкон на 22 этаже. Все, буквально 5 секунд, смотрю, что-то как будто выбросили, как мешок какой-то. Приехала скорая моментально, подошли, посмотрели, зафиксировали, что смерть уже наступила, конечно, она наступила сразу. Очень страшно, до сих пор к тебе прийти не могу. Очень страшно, конечно, не дай бог никому такого видеть. Непроизвольными очевидцами падения стали и соседи. Погибшая проживала в соседнем доме. Позднее в ее квартире обнаружили тела двух детей с признаками криминальной смерти. Ужасно, как мы как раз с детьми проходили этот момент. Конечно, этого не передать. Сутки отходили от этого до сих пор, как представлюсь. На себя же перекладываешь, особенно когда дети. По неподтвержденным данным, женщина отравила таблетками своих сыновей, трехлетнего малыша и восьмимесячного грудничка. Перед смертью якобы звонила своему брату. По словам соседей, супруг и отец детей находился в командировке на Севере. У семьи было много кредитов. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство малолетних. При осмотре места происшествия следователями Следственного комитета была обнаружена записка от имени матери потерпевших, которая после лишения жизни детей направилась в соседний многоэтажный дом и свела счеты с жизнью. Обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются. Назначены судебные экспертизы. Глава следкома России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.